Самогон Который хорошо поглощает неприятный запах и вредные вещества Из этого видео вы узнаете, как очистить самогон углем в домашних условиях Метод этот очень действенный и способен избавить дистиллят от 86% содержащихся в нем силушных масел и от 92% сложных эфиров Но при неправильном использовании угля в самогоне могут образоваться ядовитые вещества Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы вам подробно обо всем расскажем Как уголь поглощает самогон? На поверхности древесного угля находится очень большое количество пол Что делает его отличным адсорбентом Он впитывает в себя и задерживает вредные приметы сивуху, содержащуюся в самогоне Сивушные масла являются гидрофобными веществами Плохо растворяются в воде, зато отлично это делают в спирте Поэтому, чтобы процесс очистки произошел более полно Самогон нужно разбавить водой до крепости 15-20% Тогда сивуха перестанет растворять все в спирте И уголь ее охотно впитывает в себя При правильном подходе можно добиться очень высокой степени очистки продукта При использовании активированных углей для очистки домашних алкогольных напитков Наблюдается также отрицательная сторона При длительном контакте угля и спирта Происходят окислительные последствия с образованием вредных веществ Альбегидов Что особенно наблюдается при использовании угля с высокой активностью Мелкой фракцией и при длительном контакте очищаемого спиртового раствора с угля Из этого следует, что при добавлении угля непосредственно в алкогольный продукт Необходимо строго ограничивать по времени их контактов В зависимости от типа угля это время может варьироваться от 1 часа до 20 Чем меньшую фракцию имеет уголь, тем выше его активность Например, уголь ОУА или БАУЛВ Тем меньшее время контакта с очищаемой спиртовой жидкостью следует допускать Резюмируем вышесказанное Для максимальной очистки самогона вредных примесей Его необходимо разбавить до 15% крепости И подвергнуть углеванию во время 20 минут При фильтрации через мелкофракционную углю И до 20 часов при добавлении непосредственно в раствор обычных древесных углей После очистки возможно снижение крепости примерно на 2 градуса Наиболее распространенный вид активированных углей делится по типу изготовления Существуют угли на древесной или кокосовой основе Березово активированные угли производят из древесины методом пиролиза То есть разложения под высокой температурой без доступа воздуха В итоге получается экологически чистый уголь с крупным кором Получаемый вследствие такой обработки древесины И используемый в ликероводочной промышленности Угли называются БАУ-А и БАУ-ЛВ Между собой они отличаются фракцией и способом обработки древесины БАУ-ЛВ используется для очистки спиртосодержащих жидкостей высокой концентрации Примерный расход 30 грамм на литр готового напитка Использование БАУ-ЛВ допускается только в сборе с фильтрационной установкой Или хотя бы с воронкой бюхомера и визольными фильтрами Но об этом мы расскажем более подробно в другом выпуске Добавлять БАУ-ЛВ к готовому продукту напрямую в раствор не рекомендуется Ввиду его высокой активности и окислительной способности Березовый уголь БАУ-А более известный тип углей Также используемый в ликероводочной промышленности Как видите, он имеет более крупную фракцию Чем БАУ-ЛВ и обладает меньшей активностью Благодаря чему его можно использовать для очистки вин, настоек, самогода А также напрямую добавлять в раствор Но на короткое время, не более трех часов На более длительной дистанции происходит распад частиц угля на гораздо более мелкие части Которые затем трудно удалить из раствора Примерно расход БАУ-А 50 грамм на 1 литр готового напитка Способ использования березовых углей довольно прост Полторы столовых ложки активированного угля смешать с 50 мл жидкости Засыпать в емкость Далее хорошо взболтать и дать отстояться не менее 1 часа Перед употреблением отфильтровать смесь пологона С аргентом через безумные пищевые фильтры Установленные на специальные фарфоровые воронки бюхмера Активированный уголь убирает из напитков достаточно сивушные масла и другие примеси При этом напиток не теряет крепости, а приобретает мягкость и особый вкус Применяется как для очистки от примесей и осветления братьевого материала Так и для избавления от сивушных масла и неприятного вкуса и запаха готовых алкогольных дистиллятов После перегонки и дистилляции Активированный кокосовый уголь КАУ-А 100% натуральное высокоэффективное средство Изготовленные из корлупы кокосовой костянки Предназначены для очистки домашних дистиллятов, а также братьевого материала От сивушных масел Устранение посторонних неприятных привкусов и запахов Придание готовому продукту приятного аромата и вкуса Благодаря большей площади поверхности Кокосовый уголь обладает высокой сапсионной способностью Позволяющей использовать его даже без фильтрационной установки Кокосовый уголь наиболее подходит для очистки именно вин Потому что в отличие от березового они красят напиток Вот смотрите Он слабо чернит руку Березовый намного сильнее Способ применения активированного кокосового угля Необходимо засыпать непосредственно в емкость дистиллятом Сходя из соответствия 25 грамм на 1 литр жидкости То есть 1 столовая ложка на литр Для очистки водно-спиртового раствора частиц угля Его проливают через обезольный фильтр или вату Установленный на специальную кокоровую воронку бюхнера Существует два подхода к очистке Пропускание жидкости тонкой струей через слой угля И обезольный фильтр Или непосредственно с погружением угля в самоголь В первом случае нужно соорудить такую конструкцию с использованием воронки бюхнера Во втором случае уголь помещается непосредственно в сам напиток Плюс и минус двух этих способов мы рассказывали на примере двух типов углей Но дело в том, что помимо этих двух общеизвестных способов очистки Существует малоизвестный третий способ Очистка самогона не в жидкой, а в газообразной стадии на уровне пара Дело в том, что каменный уголь марки АРВ Способен активно улавливать пары органических растворителей Температура кипения которых составляет до 60 градусов Такую температуру кипения имеет ацетон, метанол, метилен, хлорид Основные загрязнители спиртовых паров Температура кипения которых 78-79 градусов Это значит, что если опустить горячий спиртовой пар С перегонного куба мимо этого угля АРВ втянет в себя большую часть низкокипящих вредных примесей Это очень удобно, поскольку на выходе вы получаете чистый продукт Весь вопрос в том, как направить пар с перегонного куба на уголь Наш штатный технолог придумал решение Использование стеклянной угольной колонны, которая собрана здесь Как видите, горячий пар выходит из перегонного куба Входит в угольную колонну Переходит ее всю Оставляя в угле низкокипящей примеси На выходе в холодильник идут очищенные пары В справедливости ради, стоит отметить, что подобная система будет работать только при условии достаточного давления в перегонном кубе И при его объеме хотя бы 10 литров Теперь поговорим о видах угля, которыми нельзя пользоваться Первый кандидат – аптечный активированный уголь Аптечный ацербент слабый по причине наличия примесей Его поры поглощают лишь небольшие молекулы веществ А вредные примеси сиушные масла состоят из больших молекул Поэтому активированный аптечный уголь для таких целей не подходит Плюс состав аптечного угля зачастую уходят вспомогательные вещества В основном тракмолы с сахароза Это окрасит напиток И даст беловатый цвет, скажется на вкусе Отдельной строкой хочется выделить древесный уголь для шашлыка или для мангала Его тоже не стоит использовать, так как его производят с помощью разнообразных смесей для рожига После этого в применении может появиться запах бензина, солярки и прочей химии Можно очистить самогон, пропуская его через обычный водяной угольный фильтр Он хорошо справляется с своей задачей, но ограниченное количество раз Через такой фильтр самогон можно прогнать не более пяти раз После чего фильтр нужно менять, что весьма дорого и неэффективно В некоторых случаях отмечается повышенная потеря в крепости около пяти градусов Спасибо за просмотр этого видео, надеемся он был полезен для вас Задавайте свои вопросы в комментариях Мы всегда рады на них ответить Субтитры создавал DimaTorzok